Приветствую вас. Я думаю, что в первую очередь для мужчины показатель любви заключается в поступках. То есть это поступки, это отношения к женщине, это определённое восприятие женщины, это определённое выделение женщины на фоне других людей, вот, на фоне других женщин тоже. Это некое, такое вот, особенное отношение к ней. Но, опять же, понимаете, выделение, особенное отношение к ней всегда означает, ну, не всегда позитивное что-то. Очень часто бывают такие истории, что мужчина, допустим, он вот-вот вроде бы любит, да, вроде бы любит, вроде бы есть какие-то чувства к женщине, но при этом он её, например, вообще игнорирует. Вот совсем. И она, женщина, она вот не понимает, да, потому что она вроде бы любит, любит, да, вроде бы любит. Угу. Ну, то есть тоже видно, что какие-то чувства есть, ну, там, относятся по-другому, не так, как к другим женщинам, но при этом с другими женщинами. Общается нормально, спокойно, хорошо, а вот с ней никак, вот с ней никак, вот с ней не может общаться, понимаете? Вот. Ну, поэтому, понимаете, не всё так однозначно, не всегда вот это вот выделение, не всегда поступки касаются чего-то такого обязательно позитивного, да. Мне кажется, что это нужно понимать, если мы хотим лучше, допустим, лучше понять мужчину, да, лучше понять, например, вас лучше понять, если мы хотим. Вот. Так что поступки, отношения и восприятия – это три момента, на которых, ну, основывая, на которых можно сделать вывод о наличии любви, вот, к женщине. А, со стороны, ну, со стороны мужчины, соответственно. Другой вопрос заключается в том, почему вы спрашиваете? То есть, что лично вас навело на мысль о том, что нужно спросить, то есть, почему вы спрашиваете? Почему вы спрашиваете у нас, допустим, в этот вот момент, или как проявляется любовь, как определить, любить или нет. Вы говорите о неком таком когнитивном аспекте, вы говорите о когнитивном, именно о когнитивном моменте. Тогда как отношения, они не когнитивные, они эмоционально нечувственные. Вот, чувствуете ли вы, например, что мужчина вас любит, допустим? Если чувствуете, значит, ну, скорее всего, действительно любит. Если вы сомневаетесь, что он любит вас, то, соответственно, ну, тут нужно просто с ним повзаимодействовать получше. Я уверен, что вы придёте к пониманию, может быть, даже не всегда по всеми ответствуют, может быть, даже просто последить за ним, понаблюдать за ним. Вот, это вообще никаких, ну, это не сложно тут сделать, будет, на мой взгляд. Чем спрашивать, например, у нас любит мужчина или не любит. То есть, ну, у каждого просто, просто, как я уже сказал, своё понимание любви. Вот, и, может быть, он любит вас, а может быть, нет. То есть, хочет ли он, идёт ли он на сближение, например, выделяет ли он вас. Такая вот история. Поэтому, тут смотрите сами, по ситуации, в основном. Если вы не уверены, ну, вот, в чём-то, то лучше, наверное, всё-таки обратить внимание на то, почему вы не уверены. То есть, как бы, ну, поисследовать этот момент, почему я не уверен в том, что он меня любит, или насколько для меня важно, важно то, чтобы он меня любил, допустим. Вот. То есть, тут такой аспект. Вот. Наверное, всё, никакого универсального рецепта проявления любви нет, и быть не может. Потому что, все люди разные, и проявляют свою любовь, проявляют тоже по-разному. Так что, я надеюсь, что вы это примите, не будете искать ничего, ну, не будете искать каких-то доказательств того, что он вас любит. Потому что ничего хорошего из этого не выйдет, а у человека мой сердце заполкнуть ещё больше. Вот. И если вы знаете, какой он, вот просто какой он сам по себе, да, что это за человек, какой он мужчина, дайте ему возможность раскрыться просто. То есть, создайте ему вот условия, где бы он мог проявить свою любовь, по отношению к вам. Если он что-то чувствует, он даст об этом знать, вот. Если нет, ну, значит, он, соответственно, не даст об этом знать. Вот. И я, конечно, понимаю, что вы можете сказать, что, какие условия, да. Вот. Ну, надо посмотреть. Надо посмотреть, поанализировать, я уверен, что при анализе выявятся вещи, которые, ну, которые вы сможете как-то использовать. Вот. Вот. Такая вот история. Ага. Что чувствуете вы сами к человеку? Это тоже, на мой взгляд, важная история. А вот именно вы что чувствуете к человеку сами? То есть, если вы его любите, то зачем тогда? Хотите понять, любит ли он вас? Просто проиграйте ему свои чувства, искренние чувства, которые у вас есть и все. То этого, в принципе, вполне достаточно будет, без какой-то, без какого-то выяснения того, что чувствует он по отношению к вам. Ему будет просто легче проявить себя. Вот. Такой примерно момент. Я надеюсь, что мой ответ помог вам. Если вам понравился, он был благодарен за его оценку в качестве лучшего. Желаю вам всего самого доброго. В Adriанинка. Удачи. Продолжение следует...